Марк Твен. Приключения Тома Сора. Отрывок. Неожиданно Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомец, чуть побольше его самого. Мальчик был одет в нарядный костюм, и это в будний день. Том неприязненно оглядел новую модную шляпу и чистую суконную куртку, застегнутую на все пуговицы. Такие же новые штаны и башмаки. Поразительно! У него имелся даже галстук из очень яркой ленты. Такие носили только городские щеголи. Чем дольше Том смотрел на него, тем более убогой казалась ему собственная одежда. Несколько минут мальчики в упор разглядывали друг друга. Наконец Том нарушил молчание. «Хочешь, поколочу?» «Где я тебе?» — последовал ответ. «Сказал, что поколочу, значит, поколочу». «Не сможешь. Смогу. Захочу. Одной левой тебя уложу». «Что ж не бьешь? Только болтаешь. Будешь дурака валять и припью». «Ну, прибей. Чего стоишь? Видали мы таких?» «Думаешь, раз уфылился? Так уж важная птица. Еще и в шляпе. Что, не нравится? Попробуй сбей. Тогда получишь». Повисло зловещее молчание. А потом оба принялись ходить по кругу, косясь друг на друга. Еще пара минут, и они сошлись плечо к плечу. «Убирайся отсюда!» — заявил Том. «Сам убирайся!» — не остался в долгу чужой. Повисла смачная облюха, и бой начался. Оба мальчика стояли, выставив под одну ногу вперед, как опору, и изо всех сил стараясь повалить противника. Напряженное пустение продолжалось несколько минут. Наконец, раскрасневшиеся, они осторожно отступили друг от друга. И большим пальцем ноги Том провел на дороге черту. «Только перешагни эту линию, и ты — покойник!» Новый мальчик поспешно перешагнул линию. «Ну-ка посмотрим, кто здесь покойник!» В тот же миг они сцепились по кошачьей и покатились по земле. Спустя пять минут бесформенная пустящая масса приобрела некоторые очертания. И сквозь полевую завесу можно было разглядеть, что Том осветлал чужого мальчика и молотит его кулаками. «Проси пощаду!» — потребовал он. Мальчик только сильнее забарахтался, пытаясь высвободиться, а потом заребел больше от злости, чем от боли. И в конце концов, поверженный щеголь, сдавленным голосом, признал себя побежденной. Том великодушно выпустил его, в волю посмеялся и в отличном настроении направился домой. «До с skies, спорта будет перемещенной» Продолжение следует...